Например, какая-то... Это называется оракул. Оракул такая штука, у которой смарт-контракт может спросить что-то о состоянии внешнего мира. Что-то не так? А, извиняю. Нормально. Расстраивался. Запах не стриарный просто. Да вообще, да. Ну, в общем, оракул очень важная штука, поэтому быстренько вставай. Связь с внешним миром. Оракул может быть централизованной, а может быть децентрализованной. Например, есть какая-то биржа, которая в блокчейне публикует каждые 5 секунд, каждую одну секунду по запросу предоставляет текущий курс. То есть, кто-то, кому мы доверяем, он публикует что-то, о чем мы хотим знать внутри смарт-контракта. Текущая погода, текущий курс, результаты выборов, там еще что-нибудь. Вот. Но весь смысл блокчейна и всех этих крипто-технологий в том, чтобы избавиться от вот этого посредника, от доверенного лица. Мы никому не доверяем. Мы никому не доверяем, но все равно хотим, чтобы все работало правильно. Можно сделать децентрализованную. Децентрализованный оракул это, опять же, смарт-контракт, в рамках которого люди делают ставки на какой-то исход. А, нет. В принципе, да. Ладно, это немножко дальше. Сначала на исход. То есть, мы хотим узнать о том, что что-то произошло. То есть, есть количество людей, которые отправляют свои деньги в смарт-контракт и говорят о том, что вот сейчас произошло. Какой сейчас курс? В общем, 20 человек отправил, смарт-контракт посмотрел, сравнил, нашел там тех людей, которые хотят обмануть, и там, например, им не заплатил деньги, а тем, кто сказал. Ну, лучший пример приводить такой. Ну, то есть, если мы идем в какой-нибудь интернет-вещей, там, условный фермер говорит, ну, у меня вот, чтобы застраховаться от рисков, вот у меня будет вот такой вот, типа, урожай. И он вкладывается в то, что у него урожая такого не будет. Ну, все равно. А какие-то люди вкладываются в то, что у него будет. Ходжиры, да. Да, именно речь о том, что когда вот эти люди, которые сообщают о результатах выборов, факт известен. То есть, ну, все знают, какой исход. Но при этом есть какие-то люди, которые хотят обмануть систему. Например, они поставили много денег. Но, если их не очень много, то те люди, которых много... Понятно, да. То есть, это такой супер-трастер-канал. Да. Я отправляю свои деньги и говорю, что исход такой-то. Много людей отправляют свои деньги и говорят, что нет, на самом деле исход такой. Поскольку их много, то свои деньги я теряю, как обманщик. А они мои деньги зарабатывают и получают еще приз от тех, кто пользуется сервисом. Таким образом, можно получать информацию о каких-то известных событиях. И мы не должны доверять каким-то кому-то. То есть, вот эта вот сила масс, то, что людей много, и они хотят зарабатывать на этом деньги, это стимулирует их говорить правду и зарабатывать деньги вместо того, чтобы говорить неправду и терять свои деньги. То есть, это такой выход в наш настоящий мир и смарт-контракты. У меня много денег, и я попытаюсь обновлять систему, потому что у меня оказалось больше. Да, да, да. Все зависит от количества денег, от количества участников, от репутации. То есть, аугур это такая штука. Это предикшн-маркет, в котором, по слову, валютой является репутация. В общем, заработаешь деньги, но потеряешь репутацию. Ну и, соответственно, если на какое-то событие поставлен миллион каких-то монеток, то ты заработаешь миллион, но потеряешь репутацию на 2 миллиона. То есть, так работает, в принципе, и блокчейн. Почему вот эта неизменность транзакций? Потому что, если у меня есть вычислительные возможности, ну, например, если proof of work, у меня вычислительные возможности, я их трачу на то, чтобы всех обмануть. Ну и, если мне удалось, да, я обманул. Заработал что-то. Наверное, не очень много. Если я работаю честно, то я гарантированно получаю свой доход. То есть, есть мотивация работать честно и не одно. Возможно, это конкретика, но каким образом? Кто будет решать, ты говоришь, что он теряет популярность? Там есть какие-то монеты, какие-то стуки он теряет. Каким образом он теряет? Вот он поставил большое количество денег, он выиграл, а кто решает, потеряет он доверие или нет? То есть, исход. Много людей решило, что было так. Мало людей решило, что так. Тех, которых мало, они потеряют. Тех, которых много, они теряют. Фактически, это имитация биологической морали. Кто думает большинство, то и правду, да? Ну, примерно так. Тем более, когда мы говорим о событиях, которые уже произошли. То есть, если у меня много репутации, я всё время говорю правду, ну, возможно, да, я могу потерять эту репутацию, зарабатывать какое-то количество денег, но, возможно, лучше, если бы я вкладывал в неё дальше, и зарабатывал на этом деле. Чем больше у меня репутации, тем больше я зарабатываю деньги на правильных своих предсказаниях, о заключении того, что произошло. Ну, и как строить систему, чтобы быть моралем, было бы дым. Да, да, да. Вот блокчейн именно точно так же работает. То есть, proof of stake. Я старую свои деньги на то, что вот этот блок, он правильный, и вот. Если я пытаюсь обмануть, я в меньшинстве, то я теряю свои деньги. Да, понятно. Как-то так. Ну и, в общем, можно таким же образом пытаться предсказывать то, что произойдёт дальше, то, о чём мы не знаем. То есть, либо делают какие-то ставки на исход, на выборы, на курс, ещё на что-то. Ну, и есть такая теория, что они, в принципе, иногда работают... Массовое сознание, да, оно работает иногда лучше, чем какие-то эксперты, которые пытаются что-то предсказывать. Ну, и самое главное, что мы в гостях у рационалистов, днисианцев. То есть, в тот момент, когда я пытаюсь что-то предсказать, например, исход выборов Кутина, Навальный, у меня есть какие-то предпочтения личные. И если там условно 50 на 50, то я проголосую за того, кто мне просто приятнее. Когда я ставлю на это деньги, у меня есть больше мотивация как бы отключить свои эмоции и попытаться проголосовать за то, что будет на самом деле. То есть, когда люди ставят деньги, они как бы более рационально подходят к этому. Ну и, соответственно, что у нас есть? Рынок акций... Стоимость акций — это вера рынка в то, что компания будет успешна, там, в сочинникового периода времени. То есть, как раз именно рынок определяет стоимость чего-то и пытается предсказать, что будет в дальнейшем следующем году. В стерлигах пытался, что-то такое задать. Ну, я не знаю. И чем ты закончил? С корпосовского передачи. Ну, опять же, видимо, в краудс спорная штука, можно спорить. Да, там, например, в Википедии написано, что Каспаров играл со всем миром. То есть, люди голосовали за то, какой вы сделаете ход. Ну, и Каспаров выиграл. То есть, как бы один эксперт в каких-то... Ну, это качественное количество анализов, это понятно. Ну, в общем, как бы. Всегда должен быть. Да, но при этом, например... Например, есть пример. Того, что... Ну, как бы рынок, он учитывает всю информацию, которая известна. То есть... Ну, там был халвинг этого самого... Блок биткоина. Вот. И была конференция там, NextMoney, товарищи. О, а что же произойдет? Давайте узнаем, что произойдет. Ну, блин, ну что произойдет? Об этом было известно с самого начала. Люди уже давно к этому готовы. Что произойдет? Ну... Ничего не произойдет. Все уже готовы к этому. Другое дело, что... По рынку там даже по графику можно было посмотреть, что было. И, в принципе, там не нужно особо думать. Каждый, прям, а он... Ну, вот. То есть, как бы, информация вся известная, и она учитывается рынком. Вот. Когда появляется что-то крестненькое, то есть, например, там... Задал... Вот. Потом дальше... Новости о том, что... Софт-форк... Это самое... Дырявый. Опять. То есть, можно прям... Открываешь новости, смотришь... Нет. Ну, например, вот... Варианты полноты или неполноты информации. У нас, например, тот же самый переход с POV на PLUS. Ну, то есть... Не можно, как-нибудь, предиктить его. Ну, собственно, это конец. Ну, по стадии DPL. Ну, разве что так. Ну, то есть, явно информация больше разработчиков, чем... Вот здесь вот, по дальнейшим событиям. Ну, вот есть Metac.com, там вот это мероприятие. Ну, мы надеемся, что будут технические мероприятия. Там есть ссылка на чатик в Телеграме и... Да. Сюда зашел в Телеграме. Куда? Сюда? В Телеграме. Вот здесь. Ну, это моя компания. У нас секретный проект. То есть, на сколько секретов? Что за проект? Проект-то я расскажу. Если мы пойдем на улицу, я могу рассказать. Угу. Пойдем. По поводу следующих мероприятий... Андрей, ты согласен, что они по-технически, да? А, ну да. Вот. Да. Мы хотим именно собрать каких-то людей, у которых можно там пообсуждать технические вещи, начать что-то новое. Ну да. То есть, первоначально смысл этого мероприятия было в том, чтобы собрать тех людей, которые что-то понимают и как бы что-то сделать. Да. То есть, обсуждать какие-то технические вещи и как-то... А тут мы пришли, блин.